Друзья, всех приветствую на очередном обзоре основных инструментов Forex. Мы продолжаем разбирать интересные ситуации и давайте посмотрим, что же сегодня у нас актуально по торговым идеям. Ситуация на рынке, конечно, не самая удачная, складывается и не самая тривиальная. Кто бы мог подумать, что поколение 90-х на свою жизнь увидит целых три глобальных мировых кризиса, но что-то мне подсказывает, что это еще не конец. Итак, давайте начнем с индекса S&P 500. По индексу S&P 500, конечно же, сейчас пока что не может идти и речи о каких-то лонговых долгосрочных перспективах, поскольку как минимум у нас краткосрочный тренд нисходящий. Это мы видим по положению средних скользящих, видим, что очень хорошо мы отрабатываем зоны сопротивления. Но самый интересный момент заключается именно в фундаменте. Многие компании, как вы уже, наверное, слышали, уходят из России, и это не может не сказаться на их прибыли, не может не сказаться на их оборотах, каких-то долговых обязательствах и так далее. То есть экономика компаний будет подорвана, а это, само собой, повлечет обесценивание их акций. Поэтому S&P мы пока что рассматриваем исключительно в шорт. Для того, чтобы нам продать S&P, это, конечно, можно сделать при закреплении ниже ключевого уровня 4143, но это будет достаточно агрессивная точка входа, потому что в этом случае мы можем, в принципе, сходить на еще одну коррекционную волну. Поэтому я предлагаю вам взять вот эту размерность и просто при выполнении этой размерности зайти в шорт. У нас получается котировка 4264. Цель по шорту у нас ближайшая не очень далекая. Это диапазон 39,8640.54. С ключевым уровнем 4000 ровно в этом диапазончике. Есть более дальняя цель. Но эта более дальняя цель, она уже рассматривается как глобальная, откуда, скорее всего, стоит прям активно покупать. Эта цель 3523-3605. Можете отметить себе эту цель. Очень интересная цель. Во-первых, здесь у нас сходится размерность. Та самая размерность, которая была получена в 2020 году, когда пришла пандемия коронавируса. И, помимо всего прочего, здесь у нас есть циклический диапазон, который обусловлен как раз вот этой движухой, наблюдаемой нами в январе этого года. Поэтому цель очень такая интересная в плане долгосрочных каких-то моментов. Поэтому здесь можно сразу же выставить несколько лимитных ордеров на покупку и отсюда покупать. Потому что, если посмотреть по общей тенденции, если уж цена свалится до тех краев, значит, по-любому там начнется глобальный выкуп со стороны китов. Потому что это будет падение на приличное количество процентов по отношению к стоимости индекса в текущих реалиях. Ну а пока что мы продолжаем шортить. Как только у нас цена дойдет до необходимых нам целей, здесь уже будем смотреть, как она себя ведет. Если тенденция не меняется, значит, также после коррекционной составляющей мы продолжаем шортить. Далее, евро-доллар. По евро-доллару у нас продолжается нисходящий тренд. Сейчас отрабатывается волна С вот в этой коррекционной трехволновке. И это очень такой тоже интересный момент с точки зрения того, что будет дальше. Фундаментально, если мы посмотрим, ну, конечно, фундаментально у каждого свой взгляд на то, что сейчас происходит. Но то, что по доллару будут повышаться процентные ставки, мы с вами знали еще раньше. И по большому счету, та цена, которую мы сейчас имеем, если уж мы посмотрим так вот на глобальную картинку, то есть вот это снижение евро и укрепление доллара, та цена, которую мы имеем, она, в принципе, справедлива. Она уже содержит в себе ожидания того, что будут подняты процентные ставки. Единственное, что, может быть, их поднимут немножко больше, чем рассчитывали раньше, но здесь нужно смотреть на интерес со стороны инвесторов. Конечно, когда происходит такая дичь в мире, то инвесторы стараются не рисковать и вкладываться в валюты тихой гавани. Это доллар, иена, франк и золото. Ну, как видим, по доллару доллар у нас крепчает. Что касается евро, то здесь, скорее всего, будет снова смена денежно-кредитной политики с ястребиной на голубиную, и мы увидим дальнейшее обесценивание евро. Поэтому евро-доллар я пока что буду рассматривать исключительно в плане продажи. Если и будут какие-то покупки, то они будут только после того, как мы преодолеем вот этот ключевой уровень 1.11 ровно. Будет закрепление, тогда можно будет поговорить о покупках. Пока что я здесь рассматриваю исключительно продажи. Для того, чтобы продать евро, необходимо, чтобы текущая восходящая тенденция завершилась. А это значит, нам нужно пробить вот эту трендовую линию, сделать коррекцию и на паттерне 1.2.3 продать. Минимальная цель, минимальная, точнее, котировка 1.08.082. Здесь мы закрываем часть позиций, остальное переводим в безубыток. Что касается целей по евро-доллару, то здесь также можно много чего нарисовать, потому что движений, как видим, было предостаточно. Но я отмечу себе такую наиболее интересную и наиболее перспективную цель. Первая цель это будет 1.06.130. И более дальняя цель это 1.02.989. Отмечаем себе эту котировку. Так, и вот этот уровень себе тоже отметим. Интересная вещь складывается, что таких низких уровней, как мы видим, у нас не было со времен 2020 года, со времен пандемии, но тогда у нас цена не ушла ниже 1.06.388. Хотя разговоры о том, что евро будет стоить дешевле доллара, действительно были. Но пока что, как видим, мы идем условно к этим целям. И здесь у нас есть ближайшая как раз наша цель на то, чтобы обновить глобальный минимум. Ну а затем будем рассчитывать все-таки на смену курса, смену тренда и противоположное движение. Так, идем дальше. Фунт-доллар. По фунту неплохо мы так снизились за прошедшие 2 недели. Как видим, что здесь у нас была ситуация с вложенным днем, но отработать полноценно мы ее не смогли. Несколько раз отрабатывали на 50%. Надеюсь, что вы не забываете о том, что когда у нас идет отработка на 50% от потенциала, то мы здесь обязательно переводим в безубыток. По этому позиции у вас здесь висеть не должно, в принципе. Что делаем сейчас? Сейчас цена неплохо упала. Я тестировала ключевой диапазон среднесрочный. Далее есть еще более серьезный диапазон краткосрочный. 1.28.425.1.29.166. Но перед тем, как мы к нему пойдем и пойдем ли вообще, я все-таки хочу дождаться коррекции. Потому что продавать сейчас, ну так откровенно, дорого. Непонятно, сколько мы здесь можем пройти. Может быть, вообще не пройдем. А продать, когда цена немножко скорректируется, это более удачное решение. Поэтому цели у меня по продаже 1.31564.1.32575. Отсюда мы продаем и отрабатываем движение до нижнего целевого диапазона. Вот такой несложный сценарий по фунту. Далее идем. Доллар-иена. Доллар-иена очень неплохо подросла на фоне роста американского доллара. И здесь у нас с вами сейчас задача дождаться коррекции для того, чтобы дальше присоединиться к восходящему движению. То есть сейчас продавать... Ну да, мы видим, конечно, вот эту крутую свечу. Но, тем не менее, сейчас продавать это достаточно опасно. Все-таки тренд здесь у нас восходящий. Коррекции необходимой не было. И я не вижу здесь оснований для того, чтобы шортить. Доллар-иена это такой вредный инструмент, который может, да, показать вам, что мы пошли на коррекцию, и тут же развернуться и пойти вверх. Поэтому давайте сначала дождемся коррекции. Итак, коррекцию мы будем ожидать вот в эту область. Здесь у нас есть несколько размерностей. В целом же область ограничена котировками. 116.561.117.317. Здесь же есть ключевой уровень минимальной коррекции. 116.814. От него и будет предпочтительнее открывать в дальнейшем лонговой позиции. Ну а по целям, по лонговым позициям, это будет ясно, когда у нас уже сформируется здесь какая-то коррекция. Ну, можно себе условно, допустим, отметить. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь по размерностям. Размерности у нас здесь все выполнились. Так. Да, абсолютно все размерности выполнились. Значит, цели будем по-другому немножко рассчитывать. Значит, будем цели рассчитывать, исходя из максимального двухсуставного движения. Цель у нас будет в районе 119 ровно. Вот такой прогноз по доллар-иене. Так, идем дальше. Доллар-канадец. По доллар-канадцу мы до сих пор ходим в некоем флете. Единственное, что границы этого флета немножко расширили, а так, по большому счету, у нас ситуация не меняется. Но на фоне ослабления цен на нефть, они все-таки взлетели до максимума, и сейчас немножко находятся в пике. И на фоне укрепления доллара, я думаю, что все-таки эта пара пойдет наверх. Поэтому идея здесь следующая. Смотрите. У нас есть размерность, которая нас приводит к локальному максимуму. По идее, при выполнении этой размерности, мы должны развернуться и пойти вниз. Но если будет продолжено восходящее движение, то здесь уже актуальной будет вот эта размерность, которая нас приводит к котировку 1.30 ровно. Поэтому что рекомендуется сделать? Если вы хотите купить, то, наверное, до достижения вот этой верхней пиковой точки это самое удачное время для того, чтобы купить. Точка входа. Да что ж такое. Не могу поймать. Точка входа у нас с вами будет определяться, исходя из предыдущей коррекции. Вот она наша коррекция. Вот она точка входа. 1.28.0.26. Вот отсюда мы входим и отрабатываем движение порядка 95 пунктов. Вот. То есть такой пока что сценарий у нас по доллар-канаде. Ну а здесь смотрим на то, как ведет себя цена. Если мы рисуем какое-то закругление или разворотный паттерн, то можно попробовать отработать то же самое нисходящее движение, которое у нас было до этого. Вот она. И стоп-лосс выставить за ближайший локальный максимум. В общем, вот такой сценарий по Канаде. Дальше. Доллар-франк. Доллар-франк у нас сейчас тестирует целевой диапазон. Не просто тестирует, а тоже сделал небольшую коррекцию. Как и доллар-иена, видимо, произошел профит-тейкинг. То есть фиксирование длинных позиций по фьючерсам на иену и фьючерсу на франк. Ну и, соответственно, здесь мы видим такой неплохой откат. Что делаем теперь? Ну, опять же, для того, чтобы нам здесь купить, для того, чтобы нам присоединиться к восходящему движению, нам нужна хорошая коррекция. У нас есть несколько размерностей. Есть размерности побольше, есть размерности поменьше. Но так или иначе, коррекция нам нужна. Если вы хотите агрессивно продать, то можете это сделать сейчас, но только со стоп-лоссом за локальным максимумом. Поскольку непонятно, сколько мы вообще будем двигаться в нисходящем направлении. Может быть, мы прямо сейчас пойдем на пробой и перехай. Итак, для того, чтобы нам купить, докуда нам необходимо дождаться чехловки. Итак, два уровня поддержки минимальной коррекции. Глубокой коррекции 0.93, 0.29, 0.92, 0.495. Это если взять полностью вот это движение. Если мы возьмем только последнюю волну движения, то в принципе мы видим, что те размерности, которые мы с вами рисовали, они плюс-минус находятся в зоне, отмеченной нами как зона активного разворота. Вот она эта зона. Здесь можно взять за основу два уровня 0.93, 407 и 0.93, 0.61. И от этих уровней, соответственно, пробовать какие-то покупки. Нижний уровень 0.92, 495 для нас будет являться ключевым, ну таким граничным, я бы сказал. Не ключевым, а граничным. То есть, если цена вдруг к нему спустится, то здесь уже будет у нас вероятность того, что после очередной коррекции, ну даже плюс-минус вот на такую размерность, мы уйдем в нисходящем направлении, поскольку этот уровень лежит уже ниже диапазона средних значений. Ну а по поводу цели, нам бы сначала перебить хай, а дальше мы уже разберемся. Далее идем австралиец доллар. Австралиец скорректировался по трехсоставному движению. Как видим, четкое движение по размерностям. И сейчас мы с вами ожидаем коррекцию. Нам нужно дождаться коррекцию вот в эту область, ограниченную 0.72, 519, 0.72, 840. А уже по достижении этой области мы с вами будем продавать. Целью 0.70, 959. Вот такой несложный торговый план по австралийцу. Новозеландец. Здесь примерно похожая картина. Мы тоже сделали нисходящее трехсоставное движение. Правда, немножко вышли уже за рамки. Тренд здесь продолжается у нас восходящий глобальный. Но с учетом того, в какой формации мы находимся, я думаю, что все-таки мы еще немножко снизимся. Поэтому для того, чтобы нам продать, смотрите, у нас здесь есть локальный уровень дисбаланса. Ждем подхода цены к этому уровню. И примерно от котировки 0.57, 840 продаем с целью 0.66, 936. Вот такой несложный торговый план по новозеландцу. Далее, золото. Золото сейчас тестирует очередной целевой диапазон. Скорректировались мы по трехсоставному нисходящему движению. Но, как видим, волна у нас неполноценная. Не дошли мы до целевой отметки. Но, может быть, даже это и хорошо, что мы не дошли. Поскольку точно понимаем, что если у нас волна усеченная, значит, конструкция слабая и будет разворот. Тренд у нас здесь, согласно средним скользящим, до сих пор восходящий. Поэтому будем рассчитывать на восходящее движение. С текущих позиций небольшим объемом, подчеркиваю, небольшим объемом, то есть нерабочим. Можно попробовать купить со стоп-лоссом за локальным минимумом. Это 1925. И цель у нас здесь будет, как минимум, отработать движение до вот этого зеркального уровня. Это у нас 1960. Не такой уж и большой профит. 260 пунктов. Но, тем не менее, можно его попробовать забрать. Что же мы будем делать дальше? А дальше все очень просто. У нас здесь есть вот эта размерность. Как раз, выполнив ее, мы закроем нашу сделку с профитом. А дальше смотрим, как ведет себя цена. Закрыли сделку. И если наши предположения о том, что тренд продолжится восходяще верны, то мы просто сделаем коррекцию. И по паттерну 1, 2, 3 продолжим восходящее движение. И здесь как раз и можно будет присоединиться к лонгу по золоту. И отработать перехай и дальнейшее обновление максимумов. Что касается нисходящего движения, то пока что я здесь шортить не буду. Даже с учетом того, что цена может прийти вот в этот целевой диапазон. Лучше я дождусь, когда это произойдет. И из этого целевого диапазона закуплюсь для дальнейших движений наверх. Так, по серебру примерно такая же картинка. Тоже мы выполняем трехсоставное движение. И пока что неполноценное. Целевой уровень здесь 24, 379, 24, 149. Идея точно та же самая. Но в отличие от золота, серебро я пока что в лонг брать не буду. Потому что здесь получается совсем невыгодное соотношение. Это во-первых. Во-вторых, все-таки серебро, оно немножко по-другому ходит, как золото. Да, они ходят похоже, но все-таки не одинаково. Поэтому здесь я предпочту дождаться достижения нижнего целевого диапазона. И отсюда уже спокойно зайду в лонг по понятным целям, по понятным причинам. И отработаю это движение. Так, ну, по серебру в принципе все. Далее, нефть марки Brent. По нефти мы вот этим движением вверх лонговым оттестировали не просто целевую зону. Я об этом говорил на своем канале в среднесрочном обзоре, по-моему, на прошлой неделе. Как раз в понедельник или в воскресенье я говорил о том, что цели по нефти находятся где-то в районе котировок 130 долларов за баррель. Поскольку эта цель, она обусловлена не просто движением, она обусловлена всем вот этим движением. То есть мы его построили, я вам сейчас покажу, исходя из вот этой размерности. Вот она, эта цель. И оттестировав эту цель, мы уже сделали неплохую коррекцию, но я думаю, что это даже не конечная коррекция, которую мы делаем. Поэтому по нефти я буду ждать дальнейшего снижения. Но перед тем, как это произойдет, соответственно, поскольку мы сейчас тестируем неплохую целевую зону, вполне возможно коррекция. Поэтому, дабы не влететь в какую-то порожняковую сделку, давайте просто подождем, когда у нас эта коррекция свершится. И вот с этого диапазона мы нефть продадим. 111.82, 114.42. Цена подходит, продаем. У нас здесь получается понятный стоп-лосс, понятный тейк-профит. Тейк-профит у нас будет в районе 88.56. Ключевой уровень, который у нас уже фиг знает сколько висит. Мы его давно отмечали. Вот, собственно, такие цели у нас и будут по нефти. Доллар-рубль. Здесь вообще без комментариев. Сейчас анализировать доллар-рубль, это, наверное, не то, что неплагодарное дело. Но сейчас может произойти все, что угодно. Европа готовит новый пакет санкций. Мы уже летали до 140. И на некоторых биржах и банках я видел, что цена поднималась до 72. Но ее там быстро профитейкингом сбивали. Поэтому сейчас, с учетом вот таких вот неэффективностей, когда у нас гэпы туда-сюда и во все щели, я не знаю, честно, что здесь еще можно сказать. Мы просто следим за ситуацией и реагируем на какие-то понятные нам изменения. Так, и биткоин. Биткоин до сих пор находится в фазе нисходящего движения. Несмотря на то, что были попытки как-то развернуть ситуацию в сторону лонга, пока что мы только шортим. Сейчас мы выполняем трехсоставное нисходящее движение. И я буду ждать, что цена опустится к котировке 34.500. И вот от этой котировки я уже снова буду набирать лонговые позиции. Пока что сейчас я этого делать не буду. Поскольку, ну, я просто вижу, что постоянно от диапазона средних значений мы отскакиваем вниз. И сейчас у нас как раз вот такая ситуация выполняется. То есть трехсоставное движение среднесрочное и плюс вот такое вот трехсоставное движение краткосрочное. Поэтому буду в любом случае ждать движения в нисходящем направлении. И здесь уже принимать решение и по понятным причинам, с понятным стоп-лосным заходить в лонговую сделку. На этом у меня все. Надеюсь, было вам полезным. Желаю вам продуктивной, прибыльной торговой недели. Всего доброго. Пока. Продолжение следует...